Когда мы говорили, что мы разрезаем наш многоугольник на куски, мы понимаем задачу, как школьный геометр. То есть два разных многоугольника, они могут иметь общие точки, а именно которые лежат на границе, на стороне. Но вот с точки зрения, так сказать, теоретического множественной математики, это не есть правильное разбедение. А вот хочется разрезать многоугольник на несколько не пересекающихся подносок. То есть таких подносок, которые не имеют общих точек вообще. Вот, допустим, мы такие же сберения рассматриваем. Вот возникает вопрос, а как в этом случае? Можно ли два многоугольника в одинаковой площади преобразовать один в другой, разрезав вот на конечное число кусков, но именно вот в этом все эти куски. Они не обязательно могут быть многоугольниками, они могут быть вообще чем угодно, но главное, чтобы они друг с другом не имели общих точек. А в объединении давали бы всю, весь полугольник. Вот возникла такая задача. Ну, понятное дело, что она могла разминуть только уже в 20 веке, когда, так скажем, теоретическом множественные понятия стали популярными, и теория множеств активно развивалась, а именно в 20-е годы. Ну, вот, оказывается, в 24-м году два знаменитых польских математика, Стефан Павлов и Олег Птарский, оказывается, рассмотрели эту задачу и доказали, что действительно она тоже имеет решение. То есть любые два многоугольника одинаковой площади можно разрезать, вот, не разрезать, не разрезать, уже разбить на такие куски, вот такие подношки, которые попало на них пришли. И которые при движении, их можно только, конечно, передвигать. Ну, так же, как и здесь. И которые при подходящем движении будут составлять другое многоугольник. Ну, я ничего про этого повода сказать не могу, потому что саму статью я не видел. Это 20-колько-то год, надо искать эти журналы. У меня на библиотеке есть, конечно. Она на французском языке. Но, может быть, есть английский перевод в форме кейсбольных работ Тарска. Да, наверное, может быть, есть и спорник работы Банха тоже на английском. Может быть, там тоже есть. Но я этого ни другого не видел, поэтому, как это доказывать, понятия не имею. Но, судя по всему, это, конечно, сложно. Я про это вообще откуда узнал. Вот есть такая любопытная книжечка. Можно сейчас это показать. Ну, собственно, две вот книжки. Об этом что-то упоминается. Одна книга, конечно, не совсем школьная. В швейцарской Георгахатвигер книжка называется «Лекция об объеме, площади поверхности и из-за пермистрения». Она, конечно, не совсем школьная, но первокурсникам читать решено, наверное, можно. Вот она упоминается об этом интересном факте. Есть книжка для школьников, написанная знаменитым польским математиком Ванцевом-Серпинским. Называется «Дерень руч». Вот такая книжечка выходила в 66-м году. Ну, больше ее часть довольно скучная, если честно сказать. Там объясняется действительно, что такое множество, где-то они зачем нужны. Но есть небольшая глава, последняя, где как раз рассматриваются вопросы о разведении разных множественно-конгруентной части. Ну, если одно множество переходит в другое движение, то это называют конгруентной. И вот здесь, в частности, доказано, как преобразовать, разбив на конечное число пушков, треугольник в квадрат. Речь идет о том, вот такой прямом виде трубой мы преобразуем в равный его подлощный квадрат. Ну, с нашей точки зрения, школьная задача треугольник. Вот провели, инвизировали. Но вот этот отрезок, он общий для обоих трубой. А это запрещено. Нужно, чтобы множество, на которое мы разбиваем, они вообще общих точек не явили. А в объединении, давай, они есть. В общем, эта задача здесь решена. Вот разрезано, сколько на 9 пушков. Занимает это примерно страница по вторым. И это, я так понял, что это частный случай вот в теореме Ивана Ханташского, естественно. И, кстати, в Цельпинске пишут, что вот это число кусков, какое тут у него прямое, приведено, это вроде как пока что известно минимальное, неизвестно можно ли заменить. И, с моей точки зрения, не очень понятно, как вообще доказывать нижние ценки в позвонных задачах. Как там это делается, я рассказывать не буду. Там надо сказать написанное у него хоть и подробно, но тяжело все-таки. Но я понял основную идею. Основная идея вот такая. Вот если мы берем окружность единичную, возьмем какую-нибудь точку, от которой мы не имеем расстояние, и вот давайте отложим точку так, чтобы длина дуги равнялась единице. Потом еще точку, что длина дуги равнялась, еще точку, что длина этой дуги тюреки и так далее. В общем, рассмотрим бесконечно последовательные точки, каждый из которых получается поворот на один радиант. Как соревновательный вариант. Ну, поскольку число π и рациональное, то это последователь никогда не замкнется. Она будет бесконечно двигаться по этой отручности. Получим бесконечное множество точек. Так вот, если мы возьмем и повернем всю эту конструкцию, начиная с этой точки, где он был один радиант, то что при этом произойдет? Все это множество спрячется в собственное подмозу, что вот эта точка превратится в эту, один превратится в двойку и так далее до бесконечности. И одна точка как бы исчезнет. То есть у нас получилось множество точек, которые при повороте, а повороте движения превратилось в свою собственную часть. Такое совершенно невозможно, если речь идет о многоугольниках, или если речь идет о конечном множестве точек. А когда множество точек бесконечны, это такое вполне может быть. Мы можем, кстати, взять центр опрузовский и провести радиусы в этой точке, и распродеть множество, состоящее из этих радиусов. Такое вот повисовалось бесконечное множество спицы. Ну и оно тоже обладает таким свойством. Вот если в нем поверен на этот угол, то одна спица исчезнет. И в нем еще танчик, вторая спица исчезнет. Так вот используя вот такие множества, как раз и сомневно превратить четырехгольный квадрат с помощью вот таких вот хитрых разбегин. Ну и, естественно, возник вопрос о трехмерном пространстве. Вот берем два многогранника равного объема. Две задачи там возникают. Одна задача – это как у боя и гермина. Вот даны два многогранника равного объема. Как их разрезать на какие-то многогранники, так, чтобы путем передвижения один многогранник превратился в другой. А вторая задача, как у барахатах, разбить на непересекающем множестве уже, чтобы тоже они при движениях переходили в один и в другой. Ну вот решения оказались удивительными. Ну, во-первых, у первой задачи оказалось, что никакого аналога теоремы Баня и Гермина в трехмерном пространстве нет. Более того, если можно указать два тетрайда разных, что один тетрайдер нельзя преобразовать до разрезов на какие-то... Вообще никак. Ну, в смысле одного объема, но непреобразуемое. Да, одного объема, но разной формы. Можно такие тетрайды подобрать, что они один, другой, что они неравносоставны. Это совершенно не очевидный вопрос. И Гильберт его сформулировал в качестве одной из своих 23 проблем. Ну, надо сказать, быстро эту проблему решили. Значит, ученик Гильберта ТЭР, говорят, ее решил чуть ли не в том же году. Но доказательство уже такое непростое, хотя, в принципе, перелокуршники тоже вполне могут разобавиться. А что касается задачи Ивана Хатарского, то сами Иваны Хатарские доказали вообще удивительный факт. Они показали, как можно взять шар в сравнерном пространстве, разбить его на несколько конечных какой-то непересекающихся частей. Эти части можно так передвинуть, что из них сложится два шара такого же размера. Ну, естественно, удвоенного ответа. Вот это называется парадокс Барнахатарского. По-моему, вот их статья про Малукольнуки была типа 24-м, а там добро, а это вот 25-м. Ну, впоследствии, как я где-то читал, это доказательство упрощалось. И в частности, вроде бы умеют разрезать чуть ли не на 5-е уже кусков, которые при движении, что-то там. Ну, естественно, они не ограничились этими шарами, они вообще показали, что можно любое множество преобразовать в любое другое, там, фактически, если там внутренние точки есть. Какую-то общую теорему они тоже доказали. Ограниченное множество, в котором есть хотя бы одна внутренняя точка. Да. Ну, и доказательство используются, используют в качестве аксиомы одно утверждение, которое на вид очевидное. Это так называемая аксиома выбора. Она заключается в чем? Вот у нас имеется какое-то семейство множеств, и мы просто из каждого множества выбираем по одному элементу. И образуем из этих элементов новое множество. Вот кажется, очевидно, что так всегда можно сделать. Но поскольку никто этого доказать не смог, то, естественно, приняли эту предпочтение, в конце концов, за аксиомой. Называется аксиома выбора. Так вот, она, несмотря на очевидность ее, казалось бы, привела к вот таким жутким следствиям. Вот пан Ахтарский, опираясь на эту аксиому, доказали вот эту свою замечательную теорию. Так что, можно считать, что это тоже относится к тематике развязания. Как вам так сказать. Продолжение следует...